Всем привет! Продолжаем ознакомиться с работами художников и скульпторов Камисака Секка, японский художник-дизайнер начала 20 века, причислявший себя последователем художественной школы Римпа и ставший первопроходцем в стиле модерна в Японии. Родился в Киото, его талант в искусстве и дизайне начал проявляться с детства. Обучение живописи начал с 16 лет. Изначально он обучался под руководством мастера из школы Маруяма. В 1888 году стал обучаться у Киси Кокея, мастера школы Римпа, после чего он стал последователем именно этой традиционной художественной школы, берущей начало 16 веке. Камисака Секка считается последним великим представителем этой традиции в японской живописи. Помимо живописи он работал в различных формах декоративно-прикладного искусства и дизайна. Я цитирую википедию. Поскольку традиционный японский стиль в живописи и школы Римпа, в частности, со временем стал выходить из моды, власти предприняли меры, чтобы популяризировать уникальное художественное творчество страны и повышать статус художников, работающих в этом направлении. Поощрялось желание художника внести в традиционную живопись черты модернизма. В 1901 году по указу правительства он отправился в Глазго, Париж, где на его творчество оказал сильнейшее влияние стиль арт-нуо. В Европе он начал узнавать больше о влиянии японизма, о том, какие элементы японского искусства больше всего привлекают европейскую публику. После возвращения в Японию начал преподавать в новой муниципальной школе искусств, открывшейся в Киото. Он продолжал экспериментировать с элементами, стилями и техниками западного искусства, пытаясь найти им применение в традиционном японском искусстве. Камисака Сека остался верен традиционным сюжетам живописи и некоторым принципам и техникам школы Римпа. В целом его работы в той же степени тяготели к западу и стилю модел. Он использовал в работе яркие цвета, широкие мазки. Его образы находятся на грани между декоративностью и реализмом. Цвета и мотивы могут выскакивать, в кавычках, почти что придавая изображение и эффект трехмерности. Шедеррами художника считаются созданные образы иллюстрации тысячи трав 1899 года и Момо Ягуса. Это мир вещей. Тигуса тысячи трав представляет собой три сборника иллюстрации, где находят отображение не только травы и растительная тематика в целом, но и японские ткани, традиционные предметы японского быта и декора. Момо Ягуса. Мир вещей. Представляет собой три ксилографические сборника иллюстрации. Книги были заказаны примерно в 1909-1910 годах издательской компанией Унсодо в Киото. На иллюстрациях представлены пейзажи, люди, классические сюжеты и новые темы. Сборник иллюстворяет полное обладение художником мастерством традиционного стиля школы Римпа и его соединения с инновациями в искусстве того времени. Умер он в возрасте 75 лет в 1942 году, 4 января. Ну вот так вкратце о японском художнике-дизайнере начала 20 века, который причислял себя последователем художественной школы Римпа, ставшим первопроходцем в стиле модерн в Японии Камисака Сека. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok